Добрый вечер Профилактика 21 час 8 минут московское время, друзья, всем доброго вечера, ого, да уже 9 минут, и мы хотим, друзья, поговорить, хотя, может быть, есть смысл тише разговаривать, нет, громче, мы хотим поговорить, вы знаете, о сне, ну, сон, вот в гостях у нас Михаил Гуревич Полуэктов, сегодня вице-президент национального общества по сомнологии и медицине сна. Сначала, здравствуйте, Михаил Гуревич, сначала требуется, конечно, расшифровка, чем же занимается, интересно, смущаемся, спросить, национальное общество по сомнологии. Ну, национальное общество это общественная организация, вообще сомнологи в основном это либо врачи, либо физиологи, то есть либо люди, которые лечат расстройство сна, либо люди, которые изучают сон как одно из проявлений деятельности человеческого организма. Я представляю врачей, я работаю врачом-сомнологом, заведую отделением медицины сна, также на кафедре работаю доцентом, и там мы занимаемся, прежде всего, помощью людям, которые волею судьбы оказались, так сказать, имеющими расстройство сна. А почему так важно, ну, кроме того, что это ужасно неприятно, так сказать, испытывать ощущение недосыпа, почему так важно изучать и заниматься сном? Ну, для того, чтобы понять, собственно говоря, во-первых, для чего нужен сон, да, можем ли мы без него обходиться, потому что периодически высказываются такие сентенции, что мы слишком много времени тратим на сон, да, что мы тратим на сон треть жизни, и если, например, спать как Леонардо, например, да, сограничивать сон к минимуму, мы можем во время бодрствования сделать больше великих дел, все будем как Леонардо. Это он находит практически подтверждение, такие гипотезы? Нет, не находит, ну, Леонардо во многом был уникальный человек, вот, и спать там по несколько минут, он, по-моему, спал по 15 минут каждые 2 часа, насколько я помню. По 15 минут каждые 2 часа, всю жизнь? Ну, да, это, по крайней мере, так говорят или пишут так, вот, ну, в настоящее время невозможно объяснить физиологический механизм такого прерывистого сна, каким образом можно восстанавливаться в это время. Все-таки сейчас считается, что человек должен иметь в среднем 1 период сна в сутки, и за этот период, который обычно равен 7-8 часам, он полностью восстанавливает свой организм и готовит к следующему рабочему дню, к периоду бодрствования. А период сна должен быть обязательно в темное время суток или днем тоже можно? Ну, я имею в виду, что можно там поспать, потому что у многих ночная работа, поспать днем 7 часов и всю ночь... И вообще перейти на другую систему сна и бодрствования, это нормально для человека? Ну, как говорится, можно, но не нужно, потому что человек является животным социальным, и в силу этого ему приходится приспосабливать свое биологическое тело к различным социальным потребностям, к ночной работе, например, да, к искусственному освещению. И действительно, в наше время мы имеем возможность менять полностью радикально свой режим, ночью работать, днем спать, но, как оказывается, это противно природе. Все-таки человеческий организм и вообще организм живых существ настроен, большинство тех живых существ, которые днем бодрствуют, а ночью спят, оговорюсь, да? Вот, организм настроен таким образом, чтобы иметь продолжительный период сна именно во время низкого освещения, потому что в это время, например, вырабатывается гормон мелатонин, он вырабатывается только в темноте, при свете его выработка блокируется. Мелатонин позволяет, ну, скажем, нашему мозгу, нашим внутренним органам получать информацию о том, что уже пора спать, что нужно снижать уровень активности. В темной комнате это делается. Вот, я говорю, наверняка сосонологи должны как-то очень в тесной связке работать с производителями штор плотных, гордин, подушек, матрасов и других приспособлений. А дайте, пожалуйста, Михаил Гогуревич, дайте, пожалуйста, определение сна. Что такое сон? Это ложно очень дать определение, потому что если сказать, что сон — это антитеза бодрствования, это ничего не сказать, да? Вот во многих словарях энциклопедических приводятся различные такие определения, что сон — это состояние расслабления, во время которого деятельность мозга замирает и так далее. Ну, это неправильно. Вот наиболее удачное определение дал отечественный исследователь сна, Владимир Матвеевич Ковальзон, ну, с нашей точки зрения, который выделил три основных составляющих вот этого состояния сна. Первая составляющая — это то, что сон является генетически детерминированным состоянием. Ну, если говорить проще, то сколько нам на роду написано, столько мы и будем спать. Да, в определенных пределах мы можем варьировать время своего сна, можем ограничивать свой сон, можем побольше понежиться в постели. Но если мы будем находиться в неких стандартных условиях, мы будем спать столько, сколько нам на роду написано. А на роду написано большинству людей спать 7-8 часов. Это первая часть определения. Вторая часть определения уже становится спорной. Она говорит о том, что сон характерен для теплокровных животных. Многие исследователи сна сейчас оспаривают эту точку зрения. И третья часть, она самая важная. Она говорит о том, что сон — это состояние неоднородное, что во время сна случаются разные, достаточно сильно отличающиеся друг от друга периоды. Например, есть сон медленный, когда организм восстанавливается физически, а есть сон быстрый или сон с быстрыми движениями глаз, когда мы видим сновидение. Рэм. 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 И считается, что в это время в основном происходит психическое восстановление организма. И самая важная часть этого определения сна заключается в том, что сон — это состояние предсказуемое. Вот в бодрствовании мы не знаем, что с нами произойдет через полтора часа. Никто не знает. А вот если мы наблюдаем картину сна человека, то с очень большой долей уверенности мы можем сказать, что через полтора часа будет все то же самое. Потому что сон организован циклически. Вот эти периоды сна, стадии сна повторяются каждые полтора часа, и за ночь человек проходит обычно 4-6 периодов сна, взрослый человек. 4-6. Циклов сна, да. Так, друзья, пожалуйста, пишите. Вы уже начали слать смс-ки. Это приятно. Пожалуйста, продолжайте. 55-33 в начале смс слова «Маяк». У нас в гостях сегодня Михаил Полуэктов, вице-президент Национального общества по сомнологии и медицине сна. Ваши соображения, друзья, ваши наблюдения, ваши вопросы, собственно, по поводу сна присылайте на указанный мной номер. А вот можете рассказать, раз мы собрались здесь по теме расстройства сна, какое самое серьёзное, самое распространённое расстройство сна существует у современного жителя мегаполиса? Что это такое? Самое распространённое расстройство сна называется бессонница. По-научному инсомния, ин внутри, сомну сон. То есть что-то, что происходит внутри сна. Вот так перевожу. Ну, чаще говорят, бессонница, действительно. По какой-то причине человек не может уснуть. По какой ещё учёные так не разгадали? Нет, уже разгадали много причин и продолжают разгадывать. Сейчас выделено уже 9 форм бессонницы или инсомнии. Самая распространённая форма бессонницы – это стрессовая бессонница или острая инсомния. Это ситуация, которая случается с любым, фактически, человеком. Вот когда провели исследование эпидемиологическое, оказалось, что в общей популяции почти каждый пятый человек в течение года имеет вот эту стрессовую бессонницу. Ну, что-то случилось, стресс какой-то человек, потерял сон на какое-то время. Стресс закончился, человек сон нашёл. Сейчас, а что же бессонница – это какие параметры? Вот я, например, когда у меня стрессовая бессонница, она меня мучает. Я минуту 2 не могу заснуть, только потом засыпаю. Ну, если говорить о клинических критериях, которые мы, врачи, используем, всё-таки время засыпания при бессоннице должно превышать 30 минут. То есть если человек засыпает… А, это же бессонница считается? Больше 30 минут. То есть ты лежишь, выключил свет, а ты ворочаешься, ворочаешься, ворочаешься. Это бессонница. Может, ты просто спал 3 часа назад? Нет. А зачем человек рассказывает нам о том, что он не может уснуть час, не может уснуть 40 минут? Это бессонница, да. Это один из видов бессонницы с трудностями засыпания. Есть другой подтип бессонницы? Подождите, давайте со стрессовой закончим. А в чём механизм-то? Почему человек из-за стресса не может заснуть наоборот? Казалось бы, психофизиологическому, психическому состоянию надо отдохнуть. То есть перенапряжение? Да, перенапряжение. Вроде как оно должно привести к расслаблению, в чём мгновенному перенапряжение? Ну, стресс – это реакция активации. Активируется всё для того, чтобы бороться с источником стресса, с врагом, так эволюционно запрограммированным. Выбрасываются гормоны стресса, адреналин, норадреналин. Активизируются мозговые нейроны. Они начинают работать тоже в таком повышенном режиме. Кортизол, гормон стресса тоже выбрасывается. То есть организм возбуждается. И вот это возбуждение как раз не даёт расслабиться и уйти в сон. Потому что, чтобы уйти в сон, нужно, чтобы те центры мозга, которые отвечают за синхронизацию, как вот у нас говорят, или просто за сон, они переборолят те центры мозга, которые отвечают за бодрствование. А в стрессе бодрствующие центры слишком уж сильны, слишком возбуждены. Понятно. Так. Это была первая распространённая... Да, это первая распространённая форма бессонницы. А другие формы бессонницы, они относятся к хроническим формам. И чаще человек со стрессовой бессонницей не приходит к врачу. Он приходит, в крайнем случае, в аптеку. Говорит, дайте что-нибудь для сна. Ему что-нибудь дают. У него стресс проходит, и всё. И он совершенно здоров. А есть формы бессонницы хронические. Когда человек мучается месяц, другой, третий, нарушениями сна не выдерживает, приходит к врачу. Какие это формы бессонницы? Вот, например, у молодых людей, у подростков, например, и у пожилых людей, как говорится, что старый, что малый, у них встречается такая форма бессонницы, которая связана с нарушением гигиены сна. Гигиена сна — это такое слово, которое вроде бы всем понятно. Что нужно ложиться в одно время, вставать в одно время, что не нужно перед сном прыгать, скакать, что нужно спать в затемнённом помещении. Что ещё интересно, чтобы не шумно было в том месте, где спишь. Раздетым, желательно. Раздетым, да, без обуви, как в фильмах показывают. Чтобы удобное постельное бельё и так далее было. То есть это вещи такие примитивные. Но когда мы начинаем обсуждать с людьми, которые к нам приходят с нарушениями сна, оказывается, что кое-что из этого не соблюдается. Это может приводить к нарушению сна. У подростков чаще всего это компьютерные игры. Это активное интернет-общение. Перед самым сном они возбуждаются и какое-то время переваривают эту информацию, не могут уснуть. Другой вариант ещё хуже. Это когда делают уроки до конца, до упора, пока не падает ребёнок без сил и не пытается заснуть. Тоже не очень хорошо. У пожилых людей другая проблема. Они, к сожалению, чаще всего выключены из такой активной социальной жизни. Не нужно идти утром на работу, не нужно днём функционировать активно. И вот они могут себе позволить поваляться в постели 10 часов, например, там, с вечера до утра. Днём несколько раз поспать. И таким образом они свой сон делают таким растянутым, достаточно поверхностным, плохо ощущаемым. Вот это вот нарушение гигиены сна у пожилых людей, например. Вот это вторая форма бессонницы. От нарушения гигиены сна. Есть ещё несколько форм. Из них интересная форма, например, псевдоинсомния. То есть ситуация, и она достаточно часто встречается, когда приходит к врачу человек и говорит, доктор, я не сплю. Всегда так иронично немножечко воспринимаем это, спрашиваем, что совсем не спите. Сидим, хохочем. Ну, не хохочем. Сдираемся всяческие сны, рассказываем. Мы заранее знаем просто ответ, поэтому мы так спрашиваем, ну что, совсем не спите. Да, доктор, я совсем не сплю. И давно вы совсем не спите? О, доктор, я совсем не сплю 20 лет. Ну, тут уже повод для иронии есть, конечно. Но что самое интересное, что когда мы делаем специальное исследование сна, есть такое исследование, которое позволяет оценить, сколько каких стадий сна случается с человеком во время сна, как они распределены во времени и так далее. То есть объективизировать картину сна. Это исследование называется полисомнография. Когда мы делаем это исследование, когда наутро разговариваем с пациентом, он всё равно говорит, доктор, я всю ночь не спал. Мы же говорим, ну как же? Вот смотрите, вот у вас в общее время сна, например, составило 6 часов. Вот здесь вот вы храпели, здесь переворачивали, здесь причмокивали. А человек этого не помнит. Почему? Потому что есть такой психологический феномен, что он замечательно помнит ночью, когда он просыпался, когда он мучился, когда смотрел на часы. Но между вот этими периодами бодрствования ночного он провалялся в сон. И в сумме у него получалось неплохое количество сна, но он совершенно не помнит это. Вот такая специфическая форма бессонницы. И чтобы её лечить, нужно обязательно делать исследование сна, конечно. Иначе мы человека не убедим никак. Хорошо. Так. Давай просто сразу хочется спросить, как бороться с бессонницей, помимо всяких снотворных, потому что, ну, на собственном опыте я знаю, что следующий день можно считать потерянным, потому что весь день ходишь вялый, как... Что бывает вялая? Быстро. Редиска. Редиска. Вялый, как редиска. Так вот, а хочется какие-то такие более-менее народные, там, я не знаю, мёд с молоком с горячим или ещё что-то, что можно посоветовать людям? Мы называем это неспецифическими способами борьбы с бессонницей, потому что есть вот эти вот девять форм бессонницы, вот есть подход, который позволяет, так сказать, начать лечить любую форму бессонницы, а есть подходы, которые требуют знать, какая именно форма, какая её причина. Ну, неспецифический подход, я уже начинал об этом говорить. Во-первых, это гигиена сна. Никто этого не отменял. Показано, что вот если совершенно, ну, тупо нехорошо сказать, да, совершенно формально начать соблюдать вот эти правила, вот ложиться и вставать в определённое время, да. Вот за час до сна ограничить активность возбуждающую, вот не смотреть телевизор, там, не играть на компьютере. Книги. Вот книги читать можно, но очень важным правилом является ещё и то, что не стоит читать в постели. Вот это не все знают о таком способе. Считается, что когда человек ложится в постель, у него должно быть психологически вот происходить вот это переключение на сон, на восприятие собственного сна. Если он ложится в постель, читает, смотрит телевизор, там, ну что, слушает даже радио, у него не происходит формирование вот этого рефлекса на засыпание. Вот, и поэтому вот в правила гигиены сна также входит то, что в постель должна использоваться только для сна. Ну, есть одно исключение, которое мы все с вами знаем. Для этого у нас есть отдельная передача, друзья, сегодня обсуждать не будем. Да. Слушай, здесь очень интересная передача. Быстренько, ну, про молоко, там, мёд, вот эти вот все вещи, расскажите, народные средства, потому что... Молоко — это хорошо, вот, потому что там содержится тирозийная кислота, которая является предшественником серотонина, серотонин — гормон удовольствия, расслабляется и так далее. Вот, ну, в принципе, здесь, скорее всего, больше психологический эффект, честно говоря, от соблюдения некого ритуала. Ритуал — это хорошо, действительно. Это очень хорошо для детей, вот, когда детей там купают, кормят, там, вводят, там, пожелать спокойной ночи мишки, бабушки, там, всем остальным, вот, потом кладут. Это очень позитивно на сон детей влияет. И на сон взрослых тоже своеобразный ритуал с прогулкой вечерней. Мне Решка каждый вечер звонит. С питьём молока. Да спокойной ночью. Только ночью, да. Да, это тоже хорошо. Ритуал даёт предсказуемость, да. А предсказуемость — это хорошо. А вы знаете, извините, что я сейчас ещё один вопрос задам, просто накопилось. Хорошо, что вот всё. Накопилось. Не, не спит просто 20 лет уже. 22. Я слышал или читал, что засыпание, то есть вот как бы соприкосновение со сном у человека происходит каждые два часа. То есть полчаса вы хотите спать, потом, если вы в эти полчаса не заснули, то два часа вы можете даже не пытаться, потому что организм бодрости. Потом опять через два часа вы хотите спать, вот надо в эти моменты как раз ложиться и быстренько засыпать. Не два часа, а полтора часа. Вот эти вот циклы, сна, про которые я говорил, некоторые исследователи считают, что даже днём эти циклы можно проследить. Например, у людей, которые оторваны от общества, это психически больные, люди там с врождёнными задержками развития, вот у них можно проследить вот эти полуторачасовые циклы и в дневное время. И есть одно из предположений, что вот наш замечательный академический час, вы знаете, 45 минут, это как раз половина вот этого цикла. То есть это по-хорошему для человека идеальным вариантом, например, приобретения знаний каких-то, было бы 45 минут активно работать, потом 45 минут отдыхать, 45 минут работать, 45 минут отдыхать. Потому что в этот полуторачасовой цикл включается и максимальный подъём мозговой активности, и максимальный спад. Перемены меньше в школьной. Я представляю, сколько бы тогда длилось образование в школьной. Лет 16. То есть 45 минут учиться, потом спать 45 минут. Ну, невозможно синхронизировать у каждого человека эти циклы. Хорошо. Давайте, мне кажется, просто очень много смсов. Например, вот сон и сновидения, они же, так сказать, ну, во-первых, понятно, что они связаны напрямую, а во-вторых, вы же тоже это изучаете, этот феномен сновиденческий. Мы имеем отношение к изучению сновидений, но чаще сновидениями занимаются, конечно, психологи. Психологи, психотерапевты, психоаналитики, все люди с приставкой психо. Сомнологи, как врачи, имеют дело реже с сновидениями, тогда, когда это касается каких-то болезней. Вот есть, например, такое... А какие проявления болезней в сновидениях? Такое заболевание есть, которым очень активно сейчас интересуются врачи, расстройство поведения в быстром сне. Это ситуация, когда человек начинает переживать содержание своих сновидений и что-то делать при этом. Вот в норме мы же каждую ночь, когда видим сон, мы не вскакиваем, не бежим куда-то или от кого-то, или к кому-то. Но иногда в холодном потуме бывает. А кое-кто орёт. Вот. Девчонка. Ну, это редко достаточно. Так страшно. Достаточно редко, потому что существует физиологический механизм отключения мышечного тонуса во время сна со сновидениями. Потому что сон со сновидениями каждую ночь мы видим, на самом деле. Вот и чтобы каждую ночь мы куда-то не убегали во сне, у нас отключается в этот момент почти вся поперечно-полосатая мускулатура. А вот у людей пожилых, у людей с определенными заболеваниями, у них это отключение иногда нарушается. Действительно, вот к нам приводят иногда супруги тоже пожилые женщины, чаще мужчин, которые говорят, что вот он переживает события Великой Отечественной войны. Куда-то бежать, руками-ногами размахивать, с ним опасно спать. Я понял, я просто пожилой. Ты переживаешь события в тройной войне. Да, и у молодых людей, у людей среднего возраста бывает, но это скорее эксклюзив. А вот у пожилых людей это встречается чаще. Это есть лунатизм тот самый? Нет, это не лунатизм. Лунатизм, когда ты не помнишь и не осознаешь, встаешь и идешь, берешь нож на кухню. Это прерогатива все-таки детей в основном до пубертатного возраста, до полового созревания. Вот они действительно могут не полностью просыпаться. Как мы говорим, иногда ноги просыпаются, куда-то ведут, а разум продолжает спать. Но частичное осознание того, что происходит, сохраняется. Сейчас активно развивается такая теория локального сна, которая объясняет, почему возможен лунатизм. Это заболевание вообще лунатизма? Ну, это даже... Все-таки сейчас это рассматривается как некая такая особенность. То есть не болезнь, а вот некая особенность. Считается, что есть гены, которые ассоциированы с большей частотой развития снахождения, правильно говорить, не лунатизм, а снахождение. И чаще это возникает именно в детском возрасте, почти всегда в детском возрасте это возникает, потому что в это время нервная система еще не крепкая у ребенка. И вот если какое-то событие произошло возбуждающее вечером, гости приехали, переиграл ребенок, вот тогда вероятность вот этого хождения, она значительно увеличивается. А у нас есть подруга такая, она каждый вечер, каждую ночь, вернее, выходит и ест. И ест еще при этом. Это не лунатизм называется. Это другое. Она иногда помнит, а иногда не помнит. То есть вот весь процесс. Да, но если это у взрослых сохраняется, У взрослых очень редко сохраняется снахождение. Ну, действительно, объяснить ученые пока не могут, почему у взрослых у некоторых сохраняется. Вот, вероятно, все-таки у них много вот этих генов, которые определяют возможность снахождения, и, может быть, нервная система не очень хорошая, не очень крепкая. Можно ли выспаться в проезде? Прог, да. Это очень один из любимых вопросов. Подожди, секунду. У нас 40 секунд. Это просто очень правда хороший вопрос. У нас завтра будет про витаминное депо, а сегодня про сонное депо. Мы можем накопить сон, чтобы потом год пользоваться на спанном занятии. Друзья, сразу после новостей. Пока короткий вопрос. Являются ли постоянные цветные сны признаком шизофрении? Из Росфорской области вопрос. Не является. У здоровых людей тоже бывают цветные сны, но у психических больных цветные сны бывают чаще. Слушайте, а что, бывают не цветные сны, значит? Да, черно-белые большинство видят людей сны. А, в стиле Германа вот такой. А я всегда цветные вещи. Мне тоже кажется, я почему-то запоминаю всегда цветные. Я их потом раскрашу. Я только черно-белые вижу. Хотя, может, мы потом их раскрашиваем просто в сознании, в своем воспоминании, нет? Нет, все-таки чаще сны без каких-то цветовых Так, друзья, расходимся ненадолго по сону. Не хрен, повернемся. Есть ли у вас какие-то свои собственные секреты, как не превратить яркие отношения в рутину банальщины? У вас же взрослая программа, да? Вот заезжает муж в гараж, да? Вот он уставший, понятно, накануне какой-то конфликт был. Открывайте его в ворота, встаньте там в заднюю часть поднимите футболочку. Успеет он затормозить или нет? А если нет? Вы знаете, два раза делал, два раза успевал. У меня две картинки сразу. Значит, он везет детей из детского сада домой. Заезжает в гараж, а там мамка, извини меня, задорный футбол, как Криштиану Роналду после гола. А он захотел ей сделать ответный шаг. Она возвращается с работы. Со скучными штанами? Да, привет, любимая. 21 часа 36 минут в столице. У нас в гостях сегодня Михаил Полуэктов, вице-президент национального общества по сомнологии и медицине сна. Давайте, нет, мы же уже задали вопрос. Я говорю, Лёхин вопрос, надо просто дать ему возможность повторить его. Сонное депо. Можно ли, да, можно ли выспаться впрок? И насколько, вот, известный случай, насколько впрок можно выспаться? Не выспаться, а именно что, наспаться впрок. Наспаться, да. Вот ты знаешь, что у тебя месяц вахты тяжелый в зоне полярного дня бесконечного. И ты в Москве неделю спишь просто тупо. Все время, даже не ешь почти. Но приезжаешь туда и месяц скачешь, как баран. Нет? Действительно удивительно. Вот мои учителя, академик Вейн, там, профессор Левин, они любили говорить, что есть вещи, которые нельзя впрок сделать. Нельзя наесться впрок, налюбиться впрок и наспаться впрок. Совсем недавно стали появляться научные статьи, которые говорят, что это неверно, что вот наспаться впрок можно, по крайней мере, на какое-то время. Было, по-моему, в 2008 году очень интересное исследование, когда брали здоровых добровольцев. Вот. И одной группе давали возможность в течение недели спать на два часа больше. Потом двум этим группам добровольцев ограничивался ночной сон до четырех часов. То есть их очень сильно ограничивали в сне. И в течение недели они спали по четыре часа. И каждый день с ними проводилось психологическое тестирование, различные тесты там, на сообразительность, скорость реакции и так далее. И вот оказалось, что люди в той группе, в которой можно было выспаться впрок, демонстрировали в течение всей этой недели лучшие показатели, чем люди, которые не имели возможности наспаться впрок. И причем, когда даже эксперимент закончился, им дали возможность спать сколько они хотят, отсыпаться, все равно группа запасшихся сном демонстрировала лучшие показатели. Удивительно, что для умственных сфер деятельности оказывается, можно, так сказать, запастись сном. И сейчас из спортивной медицины приходят такие вести, что у атлетов, которым давали возможность спать больше, у них постепенно улучшаются результаты. Были статьи из американской баскетбольной лиги, где, например, скорость спринта увеличивалась в течение, по-моему, сорока дней у спортсменов, которым давали спать на час или на два больше. Действительно, оказывается, можно не спаться в рог. спать, например, обычный человек должен 7-8 часов для здорового образа жизни спать, но если спать больше, если спать, например, если правда в отпуске, ну или вообще потерял работу, не улучшит показатели, а вот, допустим, люди спят по 10-12 часов в сутки, и потом весь день они ходят вялые, подавляется воля и так далее, и так далее, и так далее. Ведь больше спать тоже, мне кажется, вредно, нет? Ну, здесь, скорее всего, вы говорите о феномене отдачи сна. То есть, большинство людей в индустриальном обществе живет с небольшим дефицитом сна. Каждый из нас каждый день ограничивает себя, ну, наверное, на полчаса, на час, некоторые на два часа в потребности в сне. Вот. И в выходные дни наступает эффект отдачи. Мы спим, сколько влезет, да, сколько получится. Также и в период отпуска мы тоже спим больше, чем привыкли. Почему? Потому что идет отдача, организм все-таки возвращает то, что, так сказать, ему не додали. Ну, этот феномен отдачи, он, с одной стороны, сопровождается увеличением времени сна, это хорошо, но он еще сопровождается таким феноменом, который еще слабо изучен, который называется инерция сна. Мы по себе знаем, что такое инерция сна, это днем, когда ляжешь немножечко поспать на 15 минут, да, и потом, да, такой вялый ходишь, пытаешься сосредоточиться. Да не ходишь, сядешь, посидишь, потом опять ложишься. Да. Ну, так некоторые поступают люди. Слип-инерция, феномен... Слип-инерция. Ну, инерция сна, да, вот, и это, так сказать, все-таки отрицательный феномен, который затрудняет функционирование, но тогда, когда мы имеем возможность спать больше, в принципе, выходные или в отпуске, для нас это не принципиально, мы все равно отдыхаем. Слип-инерция. Да, поэтому пугаться, наверное, не стоит инерции сна, нужно отсыпаться, нужно запасаться сном. А расскажите еще... Извин, можно просто поговорить в теме? Правильнее, собственно, все-таки в течение недели какой-то график там соблюдать и вот эти вот часы лишние у себя не отбирать? Или можно, правда, в выходные отоспаться, а на неделе как-то поспать поменьше, побольше, позаниматься делами? Все-таки лучше спать, конечно, каждую ночь столько, сколько положено. Положено 7-8 часов. Вот столько и нужно спать каждую ночь. Если нет такой возможности, меньшим из зол является отсыпаться в выходные дни. Это лучше, чем не отсыпаться в выходные дни. А расскажите еще, пожалуйста, вот много смс-к приходит, про будильники. Если он, допустим, звонит, и очень сейчас можно много функций вот этот вот отложенный будильник, стоит ли это делать, потому что спишь ли ты, когда откладываешь звонок, или лучше сразу резко вскочить, как вскакивать, и какие мелодии лучше устанавливать, какие-то резкие, громкие, чтобы они сразу тебя пробудили, или плавные, чтобы мягко входить? Про прыгающий будильник вы не спросили, да? Который нужно ловить, чтобы выключить. Не, у меня есть, да, Паша и Груша, два. Вот. Кошки. Ну, какой принцип? Принцип, наверное, таков, что лучше всего просыпаться без будильника, потому что, как я уже говорил, сон организован циклично, и вот эти вот поверхностные стадии сна, из которых легко проснуться, они повторяются каждые полтора часа, и в идеальном варианте вот нужно для себя подобрать такое время, когда лично у вас заканчиваются эти полтора часа, и тогда вы проснетесь от каких-то незначительных совершенно звуков, звуков, например, там, от звука посуда, там, аромата свежесваренного кофе, да, и будете в прекрасном настроении. А если вы попытаетесь включить будильник на неподходящее время, ну, вы проснетесь раздраженным, да, и вам будет немножко не по себе, да, будете какое-то время входить в колею, но потом все равно войдете, да. Есть еще интересный феномен, как бы об этом тоже на бытовом уровне все знают, когда вот этот звук будильника или внешний стимул влетается в ткань сновидения, вот считается, что вот эта часть сна, которая называется быстрым сновидением, она с одной стороны по уровню вот этого порога пробуждения, ну, порог пробуждения достаточно низкий здесь, то есть пробудить человека достаточно легко, но каким образом организм борется вот с этим пробуждением, да, он вплетает в ткань сновидения этот звонок, и пока человек разберется, что это не сюжет сновидения, а уже внешнее воздействие, да, он успевает еще немножко поспать. Ну, по механизму, потому что, вы знаете, работодатель не спрашивает, какая у тебя была фаза сна, когда ты сегодня проснулся, ты опоздал на 15 минут, ты оштрафован сразу, соответственно, вот как лучше, и, я не знаю, мне кажется, это никак не связано со сном, это связано с неорганизованностью человека. Ну, давайте, ты имеешь два средства. вставь на 6.50 каждый день, вставай, все. и никого не волнует, какая у тебя фаза сна, ты в 6.50 должен встать, я поэтому и хочу узнать, как менее травматично для организма, и как более, я не знаю, комфортабельно вставать, под какие мелодии, вот, подрезки, или подрезки, и можно ли вот эти отложенные 5 минут себе давать спать, или лучше резко встать, и все? Ну, каких-то научно обоснованных рекомендаций, наверное, нет, вот, единственная научно обоснованная рекомендация, это вот вставать естественным образом, вот, когда заканчивается, или начинается период легкого поверхностного сна, а какую именно мелодию использовать, ну, наверное, опять же, по своему опыту, мы знаем, что резкую не стоит, из-за этого, там, вскакиваешь очумевшие немножко, сердце бьется, для людей молодых это проходит, так сказать, беспроблемно, а для пожилых это может быть, да, достаточно чревато, да, если при этом есть еще атеросклероз выраженный, то может что-нибудь нехорошее произойти, поэтому лучше все-таки какую-то более мягкую музыку, постепенно нарастающую, да, ну, отсроченный вариант тоже возможен. А как вот Пятая симфония, как-то вот там по сцене нарастает эта драма музыка. И как раз 10 утра ты ее дослушаешь. Нет, смотрите, вот к вопросу Ильи еще, вот если у тебя, ты понимаешь, когда ложишься спать, что у тебя нет возможности встать под конец вот очередного полуторачасового цикла. Лучше встать, когда придется, или может быть встать наоборот на полтора, там часа раньше, сорок минут раньше, и в течение дня себя чувствовать лучше после этого? Нет, лучше все-таки встать, когда придется, да, когда поставите будильник, потому что не стоит себя сознательно таким образом ограничивать во времени сна, потому что если вы хотите там поймать предыдущий цикл сна, вам придется ограничить время в постели или на полчаса, или на час. Ну, общее такое представление таково, что все-таки лучше, потребность в сне, она реализуется вот именно часами, а не циклами, и поэтому лучше все-таки выспать побольше часов, чем поменьше циклов, грубо говоря. А вы не знаете, сейчас вот приложение, я больше не кашляю, да. Приложение сейчас очень много вот таких вот будильников, которые на фазу сна ориентируют, они вообще работают? Слышали вы такие? Они работают, да, про них, конечно, слышали, но работают. Они следят за зрачками? Ну, что-то так же, мне кажется, полтора часа просто замеряют, полторачасовые циклы. Они вроде как... А откуда они замеряют? Там вроде как... Ты поставил его? Нет, 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 ты же не знаешь свой цикл. Послушайте, вы меня, человек, который прочитал про них, они завязаны на дыхании. Я знаю, что ты телефон должен положить рядом, и он слушает твое дыхание. Да, либо на дыхании, либо на двигательной активности. Скорее, в основном со сновидением. В это время определенные сбои и в дыхании случаются, и в двигательной активности. И, в принципе, есть математический аппарат, который позволяет вот эти вот, по крайней мере, крупные периоды сна выделять. Другое дело, что точность таких будильников невелика, но, так сказать, я субъективно, наверное, оцениваю где-то в 70% уверенности, что вовремя тебя поднимут. Поэтому, если кого-то 70% устраивает, пожалуйста. Научных исследований, ну, мне неизвестно. таких, где оценивалась бы более серьезно вот эта ситуация. То есть, есть некая концепция, она, в принципе, работает, но работает через раз, даже через два. Леша, это смешная из Краснодарского края смска. Муж часто смеется во сне, аж трясется. Он здоров. Обидно, наверное, да. Потом ведь не помнит ничего. Ему весело, она не высыпается, понимаешь, обидно. Вот. Ну, страшного в этом нет ничего. Количество сна, нужное каждому человеку, оно же индивидуально как-то? Как определить вот этот вот промежуток? Сколько ему нужно? Там 8, или там 7, 40, или 7, 30, или 9? Да, в идеальном варианте нужно этого индивидуального человека засунуть в пещеру. А, всего лишь. Да, прервать связь с внешним миром и посмотреть. Как Мишеля Сифра. Вы сейчас расскажете нам про него. Так как французского спелеолога Мишеля Сифра, но не его засовывали, он сам себя на 3 месяца. Куда вы меня тащите? Отпустите. К черту ваши эксперименты. Пещеру, да, заключал. Вот. И он написал вот как раз по результатам этих экспериментов книгу о своем пребывании, о том, что он чувствовал. И во время проведения этих так называемых бункерных исследований, их потом назвали бункерными, потому что были такие же исследования еще на студентах-добровольцев, которые в военный бункер спускались и тоже на несколько суток или месяцев. Ну, нет, не спать, просто жить там. Дорогая, я на страшный научный эксперимент. Оставались там жить. Я буду спать. И оказалось вот тогда, что их внутренние часы переключались вот на внутреннее время. И удивительным оказалось то, что внутреннее время человека, ну, и других млекопитающих, вот, оно не равно 24 часам. То есть у кого-то 24,3 часа, у кого-то 24,5 часа, у кого-то 23,8 часа. И получается, что эти люди начинали жить по собственному времени внутреннему, вот, и теряли связь с реальностью, да, с окружающим. Вот Мишель Сифр был очень удивлен, когда его вытащили на поверхность раньше, чем он предполагал, потому что по его внутренним часам еще 180-й день не наступил. Но так как его внутренние часы ходили больше, чем с 24-часовым периодом, он проспал как-то в это время, да. То есть у него уменьшались сифры, известность периода французского, но потребность во сне была чуть больше, чем... Это не потребность в сне, это цикл собственного сна, цикл сна бодрствования. Вот каждое утро мы вот наш цикл подводим под общепринятые, да, под сутки астрономические, 24-часовые. И поэтому, если мы хотим точно узнать продолжительность собственного сна, генетически запрограммированного, нам нужно исключить влияние вот этого чередования дня и ночи, вращения Земли, для этого нужно в пещеру, так сказать, спуститься, и там замерить свой период сна. Интересно. Я на три месяца беру отпуск, друзья, мне это действительно очень важно. А потом, чтобы он спокойно, на нашей основе... Да, спать столько, сколько нужно. Нет, опаздывать на работу, старик, простите, это на ухо. Вот еще интересный вопрос. У меня одноклассник спит с открытыми глазами. Почему? Никита из Новозыбкова. Ух ты, извините, пожалуйста, что не так быстро прочитал название вашего. Операция косметическая тут. Ну, с открытыми глазами. Что это такое? Да, и собаки с кошками часто так спят. Ну, они нас не волнуют. Ну, все-таки с неприкрытыми... Полностью неприкрытыми веками, наверное, можно так сказать. Не бывает с нас с открытыми глазами. Точнее, он бывает, но это уже особое состояние. Там же пересыхает, должно рогарить глаз. Скорее всего, просто, так сказать, ну, может быть, да, не такие у него длинные веки, верхние веки, для того, чтобы прикрывать... Подтяжка надо делать не так. ...в расслабленном состоянии, да, глазное яблоко. Это известный феномен в последнее время классической хирургии. Так, друзья, прерываемся. Невероятное количество вопросов. Давайте все, последние 10 минут нашей беседы с Михаилом Гуревичем. Только ваши смс-ки, вы коротко на них включаете, и все. Так, как влияет употребление? Мы уже перешли к смс-кам, друзья. 5533 в начале смс-слова. Маяк, как влияют употребление кофе или алкоголя перед сном на пропорции фаз сна, и насколько это вредно для организма, если влияют? Спасибо, Светлана. Да, это серьезный вопрос. Алкоголь ускоряет засыпание. Иногда прямо балочь сидишь и... Вот, то есть это действительно такое естественное снотворное, но проблема эта естественного снотворного в том, что оно перестает действовать где-то через 4 часа. Сон пьяница, краток и прерывистый. Да, и наоборот, начинает действовать возбуждающе. Вот, то есть вначале мы имеем положительный эффект, под утро мы имеем эффект отрицательный. Надо добавить просто категорически. Вот, поэтому в начале работы алкоголя он увеличивает количество глубокого сна, а под утро, наоборот, он уменьшает количество глубокого сна, делается он прерывистый, и, ну, наверное, количество сна со сновидениями тоже он уменьшает, скорее всего, за счет этого. По поводу кофеина, вряд ли кофеин влияет на соотношение стадии сна, я не видел такой информации, но он, собственно говоря, затрудняет засыпание просто, да, он активирует мозг на какое-то время и таким образом не позволяет нам заснуть. Он осуществляется это через блокаду аденозиновых рецепторов. Аденозин — это одно из веществ, которые способствуют сну. То есть, когда мы блокируем аденозин, соответственно, мы затрудняем засыпание. — А я, кстати, вспомнил, знаешь, как это называется, когда утром просыпаешься? Ну, после употребления алкоголя. Называется алкогольной зори. — Вот так, политично. — На руси так это называется. — Сплю по 4 часа в сутки, много всего успеваю. Привык к плотному графику. Друзья уверяют, что долго так не протяну. Прошу прокомментировать. Мне 25, Дмитрий. — Скорее всего, да, Дмитрий. До свидания. — Есть результаты опросов, в которых определенная доля людей рассказывает о том, что они спят 4, 5 часов, 10 часов. Но вот лично я ни одного человека за свою практику пока не встретил, в котором я был бы уверен, что ему нужно 4 часа сна в течение жизни, или что он запрограммирован на 4 или 5 часов. Здесь вполне вероятно, что просто высокий уровень мотивации, вот такая работоспособность, желание чего-то достичь, оно перебивает пока вот биологическую потребность сне. Ну, скорее всего, за это придется расплачивать. — Смотрите, Дмитрий, как заснете? — Вы заснете на 3 года. — Из Москвы смс-ком. — Уже айфон 9. — Да, всю жизнь проспал. Муж смотрит сериал и пеет снова, говорит, иначе не уснет. А я не верю. Мне ведь так хочется спать. Я отговариваю от сериала. В провале я или пусть смотрят. Черт с ним. Ну, здесь речь идет, скорее всего, о ритуале, сформировавшемся ритуал. Для сна это хорошо. Он дает ощущение, опять же, предсказуемости, снижения тревожности, переключения с обычных повседневных дел на что-то более приятное. Поэтому если помогает, почему нет? — Вот уже несколько раз присылают этот вопрос. А час сна с 23 до нулей, ну, до 12, и час сна с 6 до 7 утра равноценны? Вот есть такое, что спать, типа, лучше ложиться пораньше и пораньше вставать, чем попозже, там, ложиться и позже. — И, как бы, ценность часа, скажем, с 11, она гораздо выше, чем ценность часа с 4. — Да, есть такое расхожее представление о том, что час сна до полуночи равен 2 часам сна после полуночи. — Да-да-да, да. — 4 часа можно поспать с 8 до 12. — Ну, в этом утверждении есть зерно истины, но оно касается не астрономического времени, а самого сна. Вот если сон разделить на две части, первую половину и вторую половину сна, то окажется, что первая половина сна важнее. Первую половину сна больше самого глубокого сна, в которой происходит максимальное восстановление организма. Есть такое предположение, что вообще вот организация сна циклическая, вот когда каждые полтора часа меняются стадии сна, ну, это эволюционное такое приспособление для животных, для человека, вот для того, чтобы успеть хоть сколько-нибудь выспаться до момента, когда наступит опасность, да, то есть через полтора часа просыпается там птичка или человек, да, и смотрит, не произошло ли чего-то, от чего нужно спасаться, потом спит ещё полтора часа, ещё полтора часа, и таким образом высыпает всё основное количество сна. И поэтому первая половина сна важнее второй половины. Но речь не идёт о астрономическом времени. — Слушай, ну невозможно же лечь спать во время второй половины. — Да, совершенно верно. — Ты же не можешь лечь спать со второй половины. — Да. — Поэтому всегда первая половина будет первой половиной. Поэтому первой половины мы не можем никак лишиться при всем желании первой половины. А вот смотрите, хитрец Самары пишет. Ответьте, пожалуйста, можно ли компенсировать недостаток сна какими-либо лекарствами? Ну, на какое-то время можно действительно подстёгивать себя стимуляторами, но самый простой стимулятор — это кофе, и все из себя подстёгивают. Нет, я так понимаю, что вот именно недостаток. То есть не то, что не дать себе заснуть, а восстановить те вещества, которые... Какие-то ноотропные какие-то препараты. Те вещества, которые ты не получил в процессе сна, то есть ты их получишь таблеточкой. Вопрос очень серьёзный, на самом деле, потому что в прошлом году было совершено одно из эпохальных открытий в области исследования сна. Было показано, что во время сна из мозговых клеток, значительно там больше, чем на 50%, увеличивается выброс вредных веществ, шлаков, грубо говоря. То есть сон нужен для того, чтобы мозг чистился от шлаков. Если мы ему не будем давать чиститься от шлаков, то никакие таблетки эти шлаки не выведут. Да, они должны сами выходить, эти шлаки, из клеток, да, там всякие альфа-синуклеины и бета-амилоиды. Вот, поэтому нет такой таблетки, которая бы компенсировала нехватку сна. Вот посмотрите, вот у нас сколько, ровно минуту до конца. Говорят, до изобретения электричества спали двумя снами, а восьмичасовой сон изобретения последних пары-тройки веков. Что такое двумя снами спать? Да, это открытие антропологов. Вот я, честно говоря, до сих пор еще до первоисточника не добрался, но этот вопрос стал... В двух словах, объясните, что это так. Да, но это имеется в виду, что человек спал, например, три часа, потом вставал, бодрствовался, занимался делами домашними часа два, а потом снова ложился и еще спал три-четыре часа. Ну, с точки зрения физиологии сна, это как-то странно выглядит, честно говоря, вот такое прерывание сна, особенно при наличии инерции сна, когда человеку приходит, он просыпается среди ночи, ходит там, сшибает, да, предметы, он пытается войти в норму. Потом занимается делами какими-то, а потом снова ложится спать. Ну, с точки зрения элементарной логики и физиологии, это трудно объяснить. Все, друзья, прощаюсь. Спасибо огромное. Было очень интересно. Да, что я хотел сказать-то. А, спасибо. До встречи завтра, друзья. Спасибо, пожалуйста. Спокойной ночи. До доброго. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова